Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 392. События дня. Евреям 9 глава, 27 стих. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. 7 января 2017 года. Вот так. Зарядите в ютубе вот эти слова. Младенец родился в безвестной пещере. Вот так. Контрол стукнул, дальше откроется. Это поет стихотворение мое. Виктор положил на музыку и исполняет наше его. Иван Макаров. Христос рождается. Славите. Игнатий Тихонович, от всей души поздравляю вас, ваших родных и близких, с праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Желаю праздновать эти святые дни Господни в здравии телесном и мире духовном. Благодатные дары святого праздника, да укрепят дух ваш свято и беспрепятственно, идти путем Христовым во спасение души вашей и на пользу ближних. С уважением и любовью во Христе Иван Макаров. Святитель Иоанн Златоуст. Слово о волхвах на Рождество Христово. Это я сейчас уже показал, что есть такое. Дальше. Александр Марьясов. Дорогой мой Игнатий Тихонович, с Рождеством Христовым. Вас и всех братьев и сестер от малого до великого. Милости вам всем от Бога. Через смирение, терпение к надежде и на спасение. Спаси и сохрани вас всех Христос. Владимир Облах. Спасибо, что вы нашли время мне написать. Очень много узнал об истинном православии на ваших ресурсах. В сайте Восвяти Библии и на видеоканале. Спаси Христос. Игла. Для того и указано вам на третий том Нового Завета в нашем издании, где дано полное толкование апокалипсиса. Что и есть истина для сравнения. Владимир Написал сельский батюшка и толкование на откровение. Я посмотрел, у меня получается там чуть не 120 страниц. Много времени потратил. И сказал, вот столько несогласий. 114 несогласий. А где, чего? Да я должен сидеть над этим. Не согласен, да и все. Но я показал, где находится. Вот сейчас, допустим, надо узнать. Вот я контуром нажал и здесь курсор навел. Что? Вот открылось. Это наш сайт. Православный библейский сайт. Пожалуйста, три тома. Новый Завет. Скачай третий том. Скачай и дальше сравнивай. Это вам охота, если это узнать. Нет. Не согласен. И вижу, прям не согласен. Как говорится, загрузки берет. Светлана. Здравствуйте. Смотрю видео ваше. Хотела бы с вами пообщаться. На некоторые вопросы от вас получил разъяснение. Благодарно. Спасибо. Так, ну я на это отвечаю. Как вот по-нашему, вот там получают по Москве 4 часа и до 16 по Москве. Вот в это время можете заходить. Только сначала напишите в скайпе внизу, свободен я или нет. Пожалуйста. Марьясов, видать, пишет тут мелким сделано. Это Марьясов? Ну да. Ну ладно. Я тут не всегда успеваю следить. Марьясов. Так. Миром Игнатий Тихонович. Тут вот какое дело. Я телевизор вообще не смотрю уже более 12 лет. Ранее в ваших старых роликах вы советовали и рекомендовали своим собеседникам посмотреть тот или иной фильм. И не факт, что они библейского содержания. Вот и хочу попросить вас порекомендовать, какие фильмы можно найти в интернете для просмотра по вашей рекомендации. Потому что я знаю, в каждом из тех обсуждаемых есть некий смысл, связанный с духовной жизнью человека. Если порекомендуете, буду очень рад. Низкий поклон братьям. Спаси Христос. Ну зайдите на наш форум и поисковик общей поиски. Фильмы поставьте. Я могу сказать фильмы библейского содержания. Авраам, Иосиф, там много есть. Самсон, Давид, по порядку перечисляем. Ну и Еремия, Есфирь, Искупление. То есть очень хорошие фильмы. Но самые лучшие из них это по Евангелии от Луки Иисус. Так и называется Иисус. Есть первое. Раньше ставили еще, когда Питер, Устина поиграет там Нерона. Кама Гридеша, Сенкевича. Хороший фильм. Ну само собой Иуда Бен Гур. 11 Оскаров только взявший. Это вообще очень хороший фильм. Я легенда. Я советую просто посмотреть. Задумываться. Ну и там, вы видите, еще какие-то есть фильмы. Географическое общество. Там десятки фильмов. Жак Кусто. Много показывает. Подводный мир и прочее. Валентин Стронин. Он называет себя летописец на Украине. Прочел, посмотрел и комментарий добавил на стихи.ру. Благ и с Рождеством всех нас. Видите как. Я показал тот ролик, где нас матерщинник один наколотый сидит и клеймит. Вот тогда я ему дал знать. Тут не пойму, почему у меня не переносится перекачка. Сначала. Нету? Нету. Всю ночь перекачивал. Один только ролик зашел. Почему? Раньше просто переносить было. Нету. Сейчас все ролики переношу на рабочий стол. А потом закачиваю в Mail.Ru. Не могу закачать. Это второй день. Такая беда. И поэтому, если нет закачки, значит, что-то есть. Или определенное число. Сколько у нас здесь? Видео. 5040. 5040. Может из-за того, что много. Не знаю. Вот. Почему именно? И ответа никакого не имею. И вот переносят ко мне из контактов. Я там не бываю, а администрация приносит оттуда иногда. Кто тут? Сенаторов Владимир Тамбов России. Так. Ну давай, вот вижу. Только он сидит, женщина, по порядку сразу. С чем не согласен? Он в брюках сидит. Абсолютно недопустимо. Дальше. И грудь открыта. Дальше некуда. Уже видно. Дальше только. Уже то, что не положит женщина. Без платка. Стрижена. Это только внешне. Раз она внешне такая, я уже заранее знаю, что это не православные. Православные, которые есть, они только видят наши как одеты и сразу же переодеваются. Вот и Наталья из Германии, там другие, их сразу видно. А это нет. Она много смотрит, а себе ничего не берет. Дальше. Что пишет? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. С правой стороны от мужчины. Это, как правило, мужья подкаблучники. Это, может быть, он не знает этого. Жена должна быть слева. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Видео, которое опубликовано в течение этого года, уже просмотрено. Вот это мало, ну, мне можно поверить это. Только из деревни я привез за 4 месяца 770 фильмов. Ну, 2-3 посмотрели, но все просмотрены. Больше тысячи. Да никак. Тем более, огромные это собрания идут, занятия. Нет, это ошибка какая-то. Больше всего интересует в темах то, как развивается потеряющий. Там все показано. Абсолютно все. Как же спрашивать? Какие люди и откуда туда приезжают? Внутренний мир общины. У нас все открыто. Все. Как на это реагируют жители близлежащих населенных пунктов? Никак. Их не касается. Они к нам, когда приезжают, по-нашему живут в брюках, из машины. Они должны выходить и ходить по деревне. Тут же и сделают замечание. Никак. Не реагируют. Местные власти и священники местных приходов. Местных приходов нету никаких. И священников ни одного нету. А которые есть, они приезжают вместе с архиереем, с митрополитом алтайским, московского патриархата Сергеем. Ну, кому он скажет, те и приезжают. Местные власти к нам относятся очень хорошо. Никаких претензий нет. На день деревни их приглашают. Мало того, еще с подарками приезжают. Это не вопрос. Собрание. И отчеты. У нас это все есть. Как же вы смотрели, когда... Игнать, 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 это не вопрос. Это не вопрос она задает. А что? Она просто говорит, как она есть. Ну, ладно. Давайте. Не вопрос. Ее интересует. Больше всего интересует в темах, кто, как развивается. Думаю, это вопрос. Нет, а дальше-то смотри. Ну, интересует и дальше. Ладно. Обряды по канонам, миссии с проповедями. Это все у нас показывает. То есть, дела конкретной направленности общины в последовательности воспитания и приверженности к вере в Христа в сегодняшних реальных условиях. Ну, более подробно, чем у нас, вообще нельзя пока. Мы все снимаем. И на работе, и дети, и миссионерские поездки. Ну, 6500 роликов. Ну, вообразите. Вот вообще. Интересуемся всем этим. Возникают вопросы по возможности приобретения ваших трудов по толкованию канонической Святой Библии. Ветхого и Нового Завета. Понимая, как они важны сегодня. Да, это у нас есть книги вышли, но Ветхий Завет. Нет, а только Новый Завет. И дальше вопросы и ответы. У меня вышел в бумажном варианте 38 томов. Заходите. В моем мире я вам напишу, как и что это делается. Человек сначала знакомится. По книгам указаны, где они есть. После этого он говорит, что ему надо. Точный свой адрес. Договариваемся, сколько стоят книги и сколько за пересылку. Потом он чек показывает, заплатил. И потом никакой предоплаты нет. И высылаем. Работает пока безотказно. Так, у нас этих книг нет возможности ни приобрести, ни почитать. Но почитать-то можно. При прочтении Библии, которые продают в церковных лавках, действительно возникают иногда вопросы. На некоторые негде получить разъяснение. Только в ваших видео или в книгах ваших. И самое главное, не видим работы по преемственности, по подготовке того, кто будет вашим последователем в столь важных и значимых трудах, как в общине, так и в будущем развитии поселения Потеряевки. Ну, как сказать, вот это слово преемственность, и живут люди. Вот он закончил университет в городе, приезжает в деревню Терентью. Дальше. Какая тут преемственность может быть? Я даже и не знаю. Все верующие, вся преемственность. Нас нету. Выехали, там занятия ведут. Вот приехал Виктор ведет занятия. Я сегодня всю ночь видел во сне Дебунова. Куда-то он уезжает, и адрес точно не оставляет. И уезжает без предупреждения. Я выхожу на него, а там вот этот мой телефон, и он что-то то не работает, то какие-то винтики у него там пропадают. Я ему выговорю сегодня. Ты хоть во сне-то докладывайся, преемственно. Дальше. В тайгу уехал. Так, сейчас это самый главный вопрос. Да. Стоящий перед общиной. Но еще не всем понятны почему-то. Я так понимаю ситуацию на сегодня. Работа в общине и потеряевке проведена очень большая. Но почему-то не вижу подготовки к главному. Слава Христу. Почему к главному? Она не видит подготовку к главному. Все главное, показано богослужение, крещение, отдых, катаются, рыбачат, собирают ягоды. Это жизнь, которая работает на поле, комбайн, собирают урожай, обрабатывают урожай. Что еще показать-то? У нас я не знаю, что показать. В школе как идут занятия. Дальше. Так, Максим Степаненко. Томск, Россия, личные фотографии, 11 сентября 2013 года. Вот когда он был какой. Видишь, какой? Какой-то тут иконка. Иконка, видимо, такая тут. Может быть. Миниатюр. Галстук у него. Вот так. Борода еще слабая. Максим Степаненко, 44 года. Томск, Россия, личные фотографии, 15 ноября 2016 года. Где-то выстроил. Вот дальше выплывает. Ну, почему такая большая фотография? Тот раздирает буквально. И вон, смотри какой. Ого. Вот здесь у него подстриженные усы. Бородка здесь по-другому. Еще он пишет-то, смотри. Невозможно не заметить два отличия. Вместо галстука теперь борода. Молодец. Что я могу сказать? Молодец. Он обещал, когда на него было нападение, а я немножко выступил, и он говорит, все, галстука не будет больше. Ну и все, радостно масонский галстук убрал. Я раньше не обращал внимания, теперь вижу. Если галстук убран, обязательно расстегивайте, ребятишки и все. Никогда не расстегивайте верхнюю пуговицу. Если на костюме три пуговицы, и в храм внутри заходишь, или совсем расстегни, или, а не так, у них в уставе написано, нижняя пуговица должна быть расстегнута. Это нам, кажется, ничего не значит. Тогда ничего не значит и пятиконечная звезда, и шестиконечная. Благодарю, Максим Валерьевич, спаси Христос. Ну вот, дальше-то тут ничего такого сегодня не было. А вот наш православный видеоканал. Вот вчера тут выставил, и на мой мир так и не перенес. Какие вот, большой это концерт детский. Я сейчас посмотрю, сколько-то уже посетило. Сейчас я целый день закачивал. Сколько посетило? 390. 390. Это больше всего. Ну вот что-то, кто-то зашел, как пока говорили, сейчас отклики. Если какой-то выйдет сквернавис, ну не виноват я. Просто что? Утреннее размышление о болезнях. Вот что-то такое здесь есть. Утреннее размышление о болезнях. Что тут пишет он? Кто-то... Кто-то пишет истории, а кто-то только читает. Дальше. Все правда, здорово. А Абрамович несчастный человек. Ну я и не помню, что там про Абрамовича, может быть, я сказал где-то. Ну слава богу, без матерков хотя бы обошлось. Что тут такое? И пишет, Никита, когда-то ты станешь легенда. Ну-ка, давай-ка считай. Что когда-то? Я уже легенда. Никита. И нигде мы против Никиты ничего не говорим. Мы желаем, чтобы был другой. Он сильно подвигнулся, ночная молитва у него. Вот это сразу на другую ступень ставит. Что там? Что вы там курите? Мне нравятся ваши фильмы. Курите? У нас никто не курит. Его должны остановить и запретить. Приезжает кто бы ни было, чтобы курил, по деревне ходил. За 25 лет ни одного случая не было. Это тебя, говорят, двое. Двое суток не спало или трое. Да, вон сонный. Сонный вид у Никиты. Дальше Михаил пишет, что? Ну год назад. Держись, Никита Загнатья Тихоновича, руками, ногами. А к таким подобным священнику Дудину не ходи. Задушат тебя в своей кавычках любовью. Да. Люблю, пишет. Вас всем сердцем. Помолитесь о сыне моем Алексея. Он такой же, как Никита. Дальше еще пишет. Галина Лямкина. Для себя считаю полезным смотреть ролики, где воспитывают Никиту. Я вот думала, что я такая спокойная, победила страсти. Но очень удивилась, что сколько раздражения, злых реплик полезло из меня, когда я якобы отвечала за Никиту. Очень, очень полезно. Ну вот. А вот какой-то Павел Петров. Как вообще можно сравнивать? Вы же не знаете ни Игнатия Тихоновича, ни апостола Павла. Ну понятно. Хорошо хоть не обматерили уже. А то этот вышел какой-то Александр наколотый. Из одних матерков выступление. Ну я его разослал всем. А вот песок и щебень. Грунт. Что это такое? Дорога, ноябрь, потеряевка. Еще он тут чем-то недоволен. Еще тут. Так. Ну тут 3 месяца назад. Не удивило бы, если бы с ним трудом руководили советские инженеры. Зима же на носу. Ну никак. Деньги заплачено не было. Что в песок и щебень? У нас на базе сегодня минус 32. Завтра будет потуже. У вас отличный канал. Предлагаю обоюдное размещение своих каналов. Хотя бы взаимную подписку. Я не знаю о чем речь. Я нигде не подписываюсь. По чужим каналам не хожу. У нас все буквально все снимается. Ну и очень большой ресурс у нас. Это конечно наш православный библейский сайт. И сейчас мы занялись просмотреть тему папку жития. Вот оно. А теперь контр-ЛА. Нет, ходи, Никита. Сейчас будем считать. Контр-ЛС. Это скопировал. Занес. Туши, свернулся. Контр-ЛВ. Теперь умножить. И шрифт. 20 размер. Все. Поехали. Вопрос 1809. Седьмой том открытым оком. Вопрос. Жития были настольной книгой для простецов мирян. Но сами-то, умные в образованном обществе, верили ли всему там написанному? Ответ. Не верили и весьма подвергались сомнению даже описанные в них чудеса. Это касается не только вольнодумцев, как Пушкин, Толстой, но и синодалов, тех, кто издавал эти книги. Если бы от них зависело, они бы по-католически, может быть, давно бы сократили жития до одной книги. Они раздували бы писательским мифотворчеством их до десятков томов. Были свои большие и малые спецы по житиям. Как их составлять? Не имея иногда ничего о том, кого описывают. Стандартные жития, иногда просто под копирку. Порок Исайя, 8 глава, 20 стих. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. Евангелие от Матфея, 13 глава, 58 стих. И не совершил там многих чудес по неверию их. Существовали методы работы, методы, на которыми можно научно обосновать, что жизнь этого человека в ту эпоху и не могла по-другому проходить. Если зашел в храм Сарацин, а у них запрет на изображение, он обязательно должен бы выстрелить в икону. То есть такая вот, я уже стандарт, а то все понял это. Ну, чуда в этом нет. А вот отскочила стрела и попала в глаз ему. Что практически невозможно. Чудо в этом самое главное. По закону рикошета в ту же точку шар не возвращается, если удар под углом. А уж дальше никак по-другому не может быть. Что врачи не помогли. В ведении среди тяжких мучений икона, священник. И он уже на исповеди и обратился. А дальше и так понятно, что он и другим скажет об исцелении, ибо о болезни знали татары, живущие рядом. И узнав про него, что он теперь христианин, они казнить будут. А он не сгорает, не тонет и только от меча умрет, будучи усекнут. Тут всегда одинаково. Как мучить будут. Как на это его прославление смотрит Бог. Иначе сказать, что об этом говорит Библия. Вот под этим углом, под этим светильником и рассмотрим темные места житей. Настольная книга священнослужителя М. Москва. Москва, 1978 год. Том 2. Страница 6. Пратайерей Александр Державин. 1962 год. Раскрывший методы научной работы святителя Дмитрия Ростовского. Страница 8. Кавычки открыты. В начале 20-го столетия при подготовке читеих миней к изданию на русском языке комиссия, созданная при Святейшем Синоде, обсуждала проблемы текстологии и истории этих церковных памятников. Членами комиссии высказывались противоречивые мнения по поводу описания чудес, содержавшихся в жития. Одни предлагали их исключить, ставя под сомнение их достоверность. Другие требовали отредактировать соответствующие места источников применительно к современному сознанию. Профессор Московского университета В.О. Ключевский в заключительном слове дал объективную оценку высказанным мнением и обосновал точки зрения, которая была принята во внимание. Он указал на два критерия православной агеографии. Кавычки открыты. Во-первых, вера древних христиан была сильнее, чем теперь. О, первое, дальше. По вере и чудо. Во-вторых, мы погрешим и против исторической правды, если искусственно изменим то, что прошло через века. За свидетельствованы очевидцами страдания мучеников, не только христиан, но и язычников, нотариев, и включено в древнюю христианскую письменность. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Вот, видишь, ну кто знает там, кто будет искать это, ну, второй том, восьмая страница, настольные книги, трудно достать. Ну, напиши, верны ли жития. Вот, мы много научаемся здесь. И вот теперь снова заходим. И вот здесь. Ctrl-A выделить, Ctrl-S скопировать. Открываем Word, раскрываем на страницу, Ctrl-V вставляем, Ctrl-A выделяем и на размер 20-й. Всегда одинаково. Все, поехали. Вопрос 1810, седьмой том, открытым оком. Мне теперь вдруг стало понятно, что такие жития, как про Алексея Божия Человека, они совсем не по Евангелию. А у женщин подобные биографии были? Ответ. Этот сценарий разыграл враг душ не раз и ни в одной географической точке земного шара. Если это экранизировать, то слез не хватит. И все это на совести этих чернорисов, которые вылавливали вот такие души и губили попутно еще десятки душ, которые брали эти антиевангельские поступки за образец и подражали им. Реки моря, реки моря горя принесли эти странствующие мертвецы. Кого только они не обольстили этими обещаниями Царства Божия, о котором не имели ни малейшего представления. Обратите внимание только на выделенные слова. Это житие занимает много места, но приходится и на это пойти, что хотя бы раскрыть. Слепые очи православных сегодняшних лиходеев в рясах и без ряс, они ведь не желают подобного себе. О Боге, о Христе и о Евангелии тут не даже намека. Не говорится. Главное создать мучение. Бремена совершенно непосильные. И вот такую душу обобрать и загнать ее изгноить до срока. В полном смысле убийцы и злостные палачи. Мне когда они простят разве такое? А что? А такие есть. И кому они это подстроили? Благодетелю своему, кормильцу своему верующему. И его страдания тут же перевели на Бога. Это же Он любит наши страдания. Он же. Это не мы. Нет, это все по Божьему смотрению. Бог же говорит, Иеремия, 32 глава, 35 стих. Чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость. Обольстили девчонку, заставили ее жить всю жизнь во лжи. Ефросиния. 21 сентября. Кавычки открыты. По старому стилю. И дальше я копирую прямо из жития Дмитрия Ростовского. Ее нигде не печатают отдельно. Среди искателей Руйки Ефросини был один муж, отличавшийся пред всеми своим благородством, саном, богатством и славой. Он упросил Пафнутия, чтобы тот выдал дочь свою за его сына. На что Пафнутий и согласился. Сговорившись, они назначили время бракосочетания. Еще до брака Пафнутий пошел с дочерью в монастырь, где жил вышеупомянутый игумен. Коего он почитал как отца и сказал ему, я привел к тебе, святой отец, дочь мою, ту самую, которую Бог даровал мне по твоим политвам. Прошу тебя, помолись за нее, ибо я хочу отдать ее в замужество. Все нормально. Пафнутий любит храм, ходит, жертвует, молится, литургию посещает. И смотри, какую бяку ему построят. Игумен благословил Ефросинию и затем начал беседовать с Пафнутием о спасении души. А дочь его получал целомудрию, смирению, страху Божию и любви к Творцу, а также увещевал ее творить милостыню. Нормально пока. Все свои слова глубоко запали в сердце мудрой и благоразумной девицы, имевшей тогда 18 лет от роду. Три дня прожил Пафнутий с дочерью в своей монастырской гостинице. Да, ты то, и далее. Теперь Инок приходит домой, когда его дома нету. Инок не застал Пафнутия дома. Ефросиния, узнав о приходе к ним в дом Чернорисца, позвала его к себе и начал расспрашивать о том, сколько в их обители братьев. Он-то какое право имел шататься? Он от монастыря шаг не должен пойти. В это время отца дома нет. Он туда проникает, как Пелагея. Ну дальше что? По согласию все случилось. Он отвечал ей, 352 человека. Тогда она спросила его, есть ли кто-нибудь придет в вашу обитель и захочет жить с вами, примет ли его ваш игумен? На сие Инок отвечал, конечно, с радостью примет, помятуя слова Господни, приходящего ко мне не изгоню вон. То есть монастырь это Христос. Евангелие Таана, 6 глава, 37 стих. Девица еще предложила ему вопрос. Все ли вы вместе поете и одинаково ли поститесь? Да, мы поем все вместе, отвечал Инок. А постится каждый из нас столько, сколько хочет и может. Расспросивши у чернориса все монастырской жизни, девица сказала ему. Хотелось бы и мне начать такую жизнь, но я боюсь ослушаться отца своего, ибо он желает выдать меня замуж, увлекаясь богатством у суетного всего мира. Чернолизис сказал ей. Не желай временного и скороприходящего союза со смертным, но посвятий себя Христу. Он вместо всех скороприходящих и суетных благ дарует тебе Царство Небесное и пребывание с ангелами. Выйди тайно из дома и иди в монастырь. Вот это говорит, но он улучшает, когда отца дома нету. Оставив одежды мирские, облекись в иноческое одеяние, чтобы тебя не могли узнать. Обрадовалась святая Евросинья, услышав все слова Инока, и спросила его. Кто же пострижет меня? Он отвечал ей. Отец твой пойдет в нашу обитель и останется там три или четыре дня. А ты в это время призри к себе какого-нибудь инока. Он с радостью исполнит твое желание и пострижет тебя. Это благодетелю, который жертвует, кормит монахов. Это вот они ему устраивают. Я сказал, обратите внимание только на подчеркнутое. В то время, когда они беседовали так друг с другом, пришел Пафнутий. И увидев Чернолизиса, спросил его. Что побудило тебя прийти к нам, отче? Инок ответил. Наступает память основателя нашего монастыря. Иегумен просит тебя прийти к нам и принять участие в нашем празднике. За сие получишь благословение от Бога. С радостью согласился Пафнутий и вместе с иноком в обитель. И взял с собой много даров для монастырской церкви и братьев. В его отсутствие дочь его, святая Евросинья, позвала к себе одного из верных слуг своих и сказала ему. Иди в монастырь преподобного Феодосия. Войди там в церковь и призыви ко мне первого инока, которого встретишь. Слуга тот, по особому Божию сосмотрению, встретился с одним иноком, нежшим из обители своего рукоделия для продажи. Он попросил инока идти вместе с ним в дом его господина. И тот согласился. Евросинья, увидев почтенного инока, пошла навстречу и поклонилась ему, прося ее помолиться за нее. Инок помолился, благословил ее, и они сели. Святая Дева начала говорить ему так. Господин, отец мой христианин и верный слуга Божий, матери моей нет уже в живых. Родитель мой, имеющий большое богатство, желает выдать меня замуж, чтобы мне не пропали все его сокровища. Я же не хотела бы освернять себя мирской суетой, но боюсь ослушаться отца моего, и потому не знаю, что мне делать. Всю предыдущую ночь я провела без сна, умоляя Бога, чтобы он не спасла мне милость свою. А при наступлении утра захотелось мне позвать к себе одного из отцоподвижников, дабы услышать от него слово назидание и указание, как мне следует поступать. «Умоляю тебя, отче, научи меня пути Господню, ибо я знаю, что ты мне послан от Бога». Пути Господню, теперь этот путь Господний он ей покажет. Тогда старец начал получать ее так. Господь говорит во Святом Евангелии, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери и жены, и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. «Не знаю я, что тебе сказать больше всего. Если ты можешь вынести борьбу с плотью, то оставь все и беги от мира сего, как Израиль от работ фараона. А наследников богатства отца твоего весьма много. Церкви, монастыри, больницы, страноприимные дома, сироты, вдовы, странники, заключенные в темнице, взятые в плен. А отец твой может раздать имение кому захочет. Сама же ты позаботься о душе своей». На сие девица сказала ему, «Я надеюсь на Бога и на твои молитвы, отче, ибо думаю при помощи свыше посвятить себя Богу». «Немедлень с ним намерением, дочь моя», – ответил ей старец. «Ибо кто отлагается в решении богоугодного подвига, тот обыкновенно потом раскаивается в таком замедлении. Время и теперь покается». Святая Ефросинья сказала старцу, «Для того я и попросила тебя, отче, прийти ко мне. Я хотела, чтобы ты исполнил желание сердца моего и, помолившись мне, благословил и постриг меня». Тогда старец встал, помолился и постриг по Божьему соизволению Ефросиньи выночества, возложив на нее схему. Восемнадцать лет – это нарушение всех канонов, без разрешения отца. И за это он подлежит проклятию, подклятвою. При всем он сказал ей, «Бог, даровавший спасение всем святым своим, да храни тебя от всякого зла». Ловцы душ ходят. «Это ничего, это не зомби, ничего, нет. Это наш православный». После того он отправился в свою обитель, радуясь и славя Бога. «Охмурил». Между тем Ефросинья стала размышлять в сердце своем. «Если я пойду в девический монастырь, то отец мой найдет меня там. Принудит выйти из обители и вступить в брак. Посему мне лучше отправиться в монастырь мужской, где меня никто не узнает». Решившись исполнить свое намерение, она поздно вечером оделась в мужскую одежду и тайно от всех вышла из дома. «То есть это, во-первых, уже запрет, это все уже мерзость началась в 22.5 во второзаконии мужскую одежду». Взяв с собой только 50 золотых монет и скрылась на ту ночь в неком месте. Поутру же отец ее пришел в город и по особому божьему усмотрению тотчас пошел в церковь. А Ефросинья удалилась в тот монастырь, где знали ее отца. Подойдя к воротам обители, она постучалась и сказала привратнику. «Пойди, доложи игумену, что пришел из царского дворца Евнух и стоит у ворот, желая побеседовать с ним». То есть началась эпопея лжи спошной. И все это по усмотрению Божию, то есть Бог побуждает ко лжи. Когда игумен вышел, Ефросинья пала на землю и поклонилась ему. Он поднял ее и помолился по обычаю, после чего они оба сели. Затем он начал спрашивать ее, «Почему, чада, ты пришел к нам?» Ефросинья отвечала ему, «Отче, я служил Евнахом в царском дворце и очень полюбил житие иноческое, но не нашел в городе того, чего искала душа моя. Узнав о подвижнической жизни иноков в твоего монастыря, я пришел в свою святую обитель, желая подвязаться с вами». То есть если это раб не имеет права без воли господина, это уже нарушение. Канон такой есть. На все ей игумен отвечал, «Хорошо, ты сделал, чада, что пришел к нам. Если тебе хочется пожить в нашей обители, то оставайся здесь». Затем он спросил, как ее зовут. Ефросинья отвечала, что имя ее Измарагды. Вот измарал ее сатана сразу в одной лжи. Теперь причащаться будет под ложным именем. Все в одной лжи. Это угодно Богу, по смотрению Божию. «Чада Измарагд», — сказал ей настоятель, — «ты молод, и потому не можешь один жить в келье. Тебе нужно иметь духовного наставника, чтобы он руководил тобой в иноческой жизни, научил бы тебя монастырскому уставу и всем обычаям». На сие отраковица ответила, «Устрой меня, отче, так, как тебе угодно». В то же время она вынула пятьдесят золотых монет и дала игумену и сказала, «Возьми сие, отче, впоследствии и все остальное мое имущество, оставшееся в городе, я пожертвую в монастырь». Игумен призвал одного из иноков по имени Агапит, мужа святой жизни, и поручил ему Измарагда со следующими словами, «Пусть сие юноша отныне будет твоим духовным сыном и учеником, наставляй же его в добродетелях, чтобы он превзошел и учителя». То есть о том, что идите по всему миру и проповедуйте, Евангелия нету. То есть нормально все, при условии, что нет Христа и нет Евангелия. Тогда все стоит на месте. У нового инока было очень красивое лицо. Когда он приходил в церковь к богослужению, дьявол смущал многих из братьев нечистыми помыслами. «Знаешь, что это мужчина, и они загорались». Увязвляя их сердца красотой нового инока. По всему братья сетовала на игумена, говоря, «Для чего ты вел в обитель такого красивого брата на соблазн немощнейшим инокам?» Услышав сие, игумен призвал к себе изморагда и сказал ему, «Взирая на красоту твою, немощные же из братья соблазняются. Посему лучше тебе одному пребывать в келье, подвязаясь к безмолвию и молитве, и не приходить в церковь». Все, пошло дальше. «Твой духовный наставник будет и пищу приносить тебе в келью, так, чтобы тебе не нужно было никуда выходить из нее». То есть вот как будто бы это какой-то отстойник молодых жеребцов, и увидали кобылу, и теперь все, молитва кончилась. Ефросинья отвечала, «Как ты повелеваешь, так я и сделаю». Игумен приказал Агапиту приготовить уединенную келью для изморагда. Агапит исполнил волю настоятеля и ввел в ту келью изморагда, который и стал проводить там время в молитве, посте и бдении, день и ночь, служа Богу в чистоте своего сердца. Немедленно разослали по всей Александрии всадников искать Ефросинью. Искали ее и по домам соседей, и по дорогам, и на берегу моря, и на кораблях. Обошли немного женских монастырей, поля, пустыни, горы и пещеры. Везде искали дочь опечаленного отца. Нигде не найдя ее посланные, вернулись со скорбью. И плакали все они, как об умершей. Жених рыдал о невесте своей, свекор скорбил о невесте своей, а отец проливал горькие слезы о дочери своей, как некогда Иакова Беосифе. И говорил такие скорбные речи. Увы мне, чадо мое сладкое, увы мне, светочей моих, увы мне, утехо души моей, кто украл сокровища моей, кто иссушил ветвь мою, кто угасил светильник мой, кто отнял у меня надежду мою, кто обесчестил дочь мою, какой волк растерзал агницу мою, какое место скрыло от меня ее светлое лицо. Она послужила бы мне восстановлением рода моего, была бы жезлом старости моей, утешение печалях моих, пусть не скроет в себе земля тела моего, пока я не узнаю, что случилось с дочерью моей Ефросинией ее. Все, собравшись у Пафнутия, друзья и соседи так же сетовали громко, рыдали вместе с ним о неожиданной гибели его дочери. Не находя нигде облегчения в своей печали, Пафнутий пришел в монастырь, где дочь его подвязалась в затворе, и, упав к ногам угубина, сказал, «Отче, не переставай молить Бога о том, чтобы он услышал мои молитвы, ибо я знаю, что приключилась дочерью моею, я не знаю, похитил ли ее кто-нибудь, или же она погибла каким-нибудь иным образом». Услышав все их слова, честный старец весьма смутился и, собрав к себе всю братью, сказал, «Братья, покажите любовь, помолитесь Господу, чтобы он благоволил открыть нам о судьбе дочери и друга и благодетеля нашего Пафнутия». То есть благодетель, какой устроили они ему жизнь. И теперь весь монастырь молится, никому ответа-то нету, то есть эти люди жили как отверженные. В продолжении целой сельмицы иноки постились и молились, но никакого откровения им не последовало, как то бывало при других их прошениях. Ибо днем и ночью Ефросиня молилась Богу, чтобы он не открывал дни никому всей земной жизни. Ее молитвы были сильнее молитв все братья. Вот и все, молимся за весь мир. Одна девка скрылась и все, весь монастырь на уши поставила. Не получая никакого откровения Ефросинии, Ивгумен начал утешать Пафнутия такими словами. «Чада! Не пренебрегай наказание Господне, ибо Господь, кого любит, того наказывает». Евреям 12 глава 5 стих 6 стихи. «Ибо без воли Господней ни одна птица не падет на землю, тем более ничего не могло произойти с твоей дочерью. Я думаю, что она избрала благую часть, и посему нам не было о ней откровения от Бога. Если бы она впала в грех, да не будет всего, то Бог не призрел бы столь великий молитвенный труд всей братья нашей обители и открыл бы нам о ней. Я же имею надежду, что еще всей земной жизни Господь откроет тебе о ней». Пафнути несколько утешился такими словами и вернулся в свой дом благодаря Бога. Каждый день он прилежно молился Господу, подавал обильную милостыню бедным. По прошествии нескольких дней он опять посетил монастырь и просил у братьев молитв. Однажды, встретившись с угуменом, он поклонился ему и сказал, «Помоли за меня, отче, потому что моя скорбь по дочери все не проходит. Душа моя немало не утешилась. Рана сердца моего все увеличивается, и с каждым днем скорбь моя все усиливается». Примерь это к себе, к себе, имея такую дочь. Благодетель монастырский, они ему устроили вот эту штуку. Игумен, видя его великую печаль, всячески утешал его. В одной из своих бесед с ними он вспомнил об изморагде и сказал, «Есть у нас сынок, проводящий очень строгую жизнь. Он пришел к нам из дворца императора Феодосия, и все мы удивляемся его святой жизни. Не хочешь ли побеседовать с ним? Быть может, ты получишь из всей беседы хотя некоторую отраду, ибо он исполнит святого духа». «Да, хочу», — отвечал Пафнутий. Тогда игумен, не зная, что изморагд, дочь Пафнутия, призвал Агапета и сказал ему, «Отведи Пафнутия к изморагду, чтобы он с ним побеседовал». Это разве не фильм был поставить-то вообще? Агапет и Пафнутий вошли в келью изморагда, Когда Ефросинья увидела отца своего, то узнала его и залилась слезами, а Пафнутий подумал, что она плачет от молитвенного умиления. Узнать же ее он не мог, ибо от сильного воздержания и всеночных молитв свет лица ее увял. Да и сама Ефросинья намеренно покрыла клобуком лицо свое, чтобы ее не могли узнать. Помолившись, оба они сели, и изморагд нашел свою беседу с Пафнутием. Говорил ему о Царстве Небесном, о вечной славе, коей человек может достигнуть через смирение, чистоту, святость, милостыню и любовь. Говорил он ему и об остановлении мира, и о том, что не следует любить в детей больше Бога, и о том, что не следует любить в детей больше Бога, творца всего. Говорил ему указывал на слова апостола, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность. Римлянам 5, глава 3-4 стихи. Видя великую скорбь своего отца, изморагд, соболезновал ему и утешал его, говоря, «Поверь мне, Бог не оставил тебя. Если бы дочь твоя находилась на пагубном пути, то Господь открыл бы тебе о ней по молитвам святых отцов, которые о том столь усердно молились. Нет, я твердо уверен, что дочь твоя послушалась благого учителя, говорящего в Евангелии. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Евангелие от Матфея 10, глава 37 стих, Лука 14, глава 33 стих. Бог может и всей еще жизни показать тебе ее. «Посему перестань скорбеть. Для чего ты убиваешься печалью? Напротив, за все благодари Бога и не теряй надежды, ибо и я, когда учитель мой Агаппит возвестил мне о твоем пришествии в обитель и о скорби твоей, прилежно молился Бога, чтобы он дал тебе терпение и мужество, все устроил бы на пользу тебе и дочери твоей и утешил бы тебя. А изморагт прожил в той обители 38 лет, проводя богоугодную жизнь по прошествии всего времени он впал в тяжкую болезнь, а это дальше уже, спустя, после которой и предал Господу свою душу. 18 плюс 38. 46 лет прожил. Ла. Еще до представления его, пофнутий опять пришел в монастырь на поклонение для посещения братьям. После обычной беседы с угуменом он сказал ему, «Отче, если возможно, позволь мне повидаться с братом изморагдом, ибо я очень люблю его». Игумен, призыв Агапита, или Агапита, поручил ему отвезти пофнутия к изморагдуму. Когда пофнутий вошел к келью его и увидел изморагда, лежащим на постели, с сильной болезни, то припал к его ложе и стал говорить с горькими слезами, «Увы мне, где сладкие слова твои? Где обещание твое о том, что я увижу погибшую дочь мою? Вот я не только не увижу ее, но и лишаюсь тебя, моего утешителя. Увы мне, кто теперь утешит старость мою? Кому я пойду, и кто будет отраду и печали моей? Я плачу и душевно оскорблю о разлуке с тобою. Вот уже 38 лет, как я не вижу дочери своей и не получаю ниоткуда вести о ней. Да и, дорогой мой, изморагд покидает меня. Изморагд, о котором я так сильно радовался, как будто я бы нашел свою погибшую дочь. И чего мне теперь ожидать? Где найти себе утешение? Остается мне одну, стоять и в гроб со своей печалью. Ну, понятно, что если 38 лет 40 накинуть, ну, он уже в старости был. Это все пишет. Тайна нигде не написана. Это, конечно, все режиссирует Дмитрий Ростовский, но все это приемлемо. Именно это стандартное. Он знает, как вести. Ну, он-то нигде его не осуждает, что такой путь неправильный, не евангельский, путь обмана, лжи. Теперь же прошу тебя в одном. Останься здесь три дня и не покидай меня. Это она говорит. Наконец настал третий день, и Ефросинья, получившая откровение о времени своего отшествия Господу, призвала к себе отца в свою пафнутию и сказала ему, Всемогущий Бог устроил мою судьбу по своей воле и исполнил мое желание. Ныне я достигла конца своих подвигов, прошедший иноческий путь не своей силой, но помощью того, кто сохранил меня среди сети вражеских. Я не хочу, чтобы ты дольше скорбел о дочери своей. Я, Ефросинья, дочь твоя, ты же отец мой. Я та, которую ты ищешь. Я ради любви к Богу оставила тебя, отца моего, все наследство и временного жениха и пришла сюда, утаив, что я женщина. Теперь прошу тебя, не допускай, чтобы кто-нибудь другой, кроме тебя, омыл тело мое. Еще, умоляю тебя, исполни мое обещание, данное мною настоятель сиебители. Когда я просил его принять меня сюда, то сказала, что у меня большое имущество, которое я намеренно пожертвовать сию обитель. Посему исполни мое обещание, внеси оставшееся имущество в сей монастырь и помолись о мне. То есть, видите как, почему? В конечном результате. Все для того, чтобы имение перешло в монастырь. Ну, а потом придут красношлемые и все изымут. И отправят евреям. Сороса заберут в Америку. После этих слов Евросиния предала дух свой Господу. Услышав все сие и увидев, что дочь его умерла, Пафнутия от страха великой скорби впал в расслабление и лежал на земле, как мертвый. Когда пришел Агапит и увидев, что измарагд представился, а Пафнутия чуть жив, то облил водой лицо Пафнутия, поднял его с земли и спросил его, «Что с тобой, Пафнутий?» Он же отвечал ему сие «Оставь меня умереть здесь, ибо я увидел дивное чудо». Затем Пафнутий встал с земли и припал к лицу усопшей, плача горько и говоря «Увы мне, милая чада моя, почему ты не открылась мне раньше всего часто? О, как бы желал я умереть с тобой! Горе мне, что ты утаилась от меня, дорогая дочь моя!» А отец Пафнутий возвратился в свой дом, раздал имение свое по церквам и монастырям, нищим и странникам, а оставшуюся значительную часть его принес в тот монастырь на нужды его и сам постригся в нем. Это образец, вершина. Он испросил для себя келью дочери своей и прожил в ней благоугодно десять лет. По прошествии всего времени он представился на той же самой Рогоже, на которой скончалась его преподобная Ефреетинья дочь. Вот так. Давай, стихотворение прочитаем. Нечистое поле, нечистое злаки, и люди словами нечистыми хлещут. Зверну неочищенным ворохи плакать, в огонь неочищенных тянут нас клещи. Родившая мать не повинна, как в роде, нечистое в храм не войдет. За чатие нечистое сладко приходит таков человеческий род. Кто может сказать о себе, что он чист, что сердце его без греха. Ни разу родителей не огорчил, а мусора, щива, раха. Звезда Вифлеема родился Иисус, а девы причистые безгрешны. Столпой пожиле на голгофу плетусь. Других не святее, конечно. Кто верою примет Иисуса Христа, свой разум и сердце доверить ему. Очищены будут дела и уста, строжайшие фильтры поставят уму. Творец Иегова и Сын Его Слова Свое очищение нам дарят в крещении. То счастье святое не в конской подкове. Прощение и сбыть бесконечных мучений. Священным Писанием чистим мозги, пророки по совести драют. Молотят дневные мои колоцки, мнут глину доколи сырая. Горшечник сосуд опрокинутый чудо не хлещет и стрель. Он щелочью едкой протравливал мылом. Врач часто и скальпелем лечит. Нечисто нечисто вопила вся сущность нечистого места на грязной рабыне. Жених мой нашел меня ава мой сущий, а мыл и белее волны стало ныне. 28 игла. Это стихотворение к этому месту. И сейчас мы посмотрим, как заглавить. Не знаю. Ефросиния. Так. Женщина обманом в мужском монастыре. Давай. Да можно закончить. закончить. Так. Время надо. Все. Еще одно. Сейчас одно житие. Я ушел. закрыть. Ну все. Ладно. Все. Давай. Что тут пришло? Кто это? Евгений пишет. пишет? С днем рожде я вас. Храни вас Господь с уважением Евгения Трубила. Или у меня тут числа попутались. Что-то попуталось у него. Дальше. Хорошо. Спасибо большое написал. О, Петр пишет священник. Ну что тут пишет? Это вы отослали этот анекдот про развенчание. Ниже опустите. Ответ почитаем. Дальше. Вот это все идет. Это все анекдот анекдот. Да. Еще ниже еще это все ваше сообщение. Да 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 Улыбку прислал. Выше выше пишет. Выше 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 это мы не читали. А ужасное это делать его более популярным. Игнат Тихонович Вы часто в слове против обретения мощей приводите слова из писания прах никак не прах ты прах обратишься и так далее. Ну вот Василий Великий в слове на Рождество Христово пишет ныне отменено осуждение Адама уже не имеет силы божественный приговор прах ты прах возвратишься но человек через соединение с небесным вознесен на небо. Как Вы относитесь к этим словам святителя? Он ошибся? С Рождеством Христовым Вас ко мне недавно пришла женщина которая была баптисткой но после ваших видеобесед решила войти в церковь Она ходила к нам на занятия но пока креститься не решилась Ей посоветовал вам позвонить и с вами поговорить Ее зовут Надежда Вот видишь Ну все пока Благодарю Ну как? Я это читал я еще Борис считал тоже удивился очень Ну это же представь себе поставь фильм это еще будет ты же уревешься про Алексея Божьего человека